Хорошо, что в Украине есть общественники. Например, члены общественного совета при службе автомобильных дорог в Одесской области, отдельного подразделения Всеукраинской организации самообороны Майдану. Они, не жалея собственного времени, готовы даже в суровую непогоду отстаивать интересы своего народа. Например, защищать асфальтовое покрытие автодорог от недобросовестных водителей, которые едут с перегрузом. То есть, если у нас по дорогам разрешено возить 40 тонн, машины идут по 65 тонн, по 80 тонн, по 90 тонн. И тогда мы начали проводить следующую работу. Мы подготовили письма, все порты, терминалы. Мы их попросили, чтобы они тоже пошли нам навстречу и приняли какую-то гражданскую позицию. И отказались принимать машины, которые везут перегруз. В принципе, в направлении Одессы все терминалы и порты на это пошли. ТИС отказался это делать. Общественники прибыли на оживленный перекресток к знаменитой скульптуре «Трансформер ТИС» с целью останавливать все груженные автомобили, которые идут в ТИС-зерно, для проверки их на перегруз. А вот тот же самый перекресток, только в начале осени. Очередь автомобилей с новым урожаем уходит далеко к горизонту, минуя предприятие ТИС. Эти груженные автомобили, которые так нарушают элементарные правила дорожного движения, загромождая проезд стратегически важному объекту порту Южный, идут не на ТИС, а на другое предприятие. Где же наши принципиальные члены Общественного совета при службе автомобильных дорог? Где весы? Где штрафы? А это производит капитальный ремонт этой же дороги только в конце осени. Обратите внимание, ремонтируют только одну сторону асфальтового покрытия, там где очевидно и был явный перегруз и дорога разбита. Так при чем здесь ТИС? Вероятно при том, что в 2016 году предприятие ТИС-зерно построило за собственные средства огромную накопительную площадку, где размещают все идущие на предприятия грузовики, убрав их с дорог общего пользования. Водители, которые в комфортных и безопасных условиях быстро разгружаются, активнее пошли на ТИС. При въезде на накопительную площадку, прежде чем машина въезжает на территорию, у машины проверяются документы и машины с перегрузом на территорию не пускаются. Странно, почему так происходит вообще-то, хотя машина прошла большую часть территории Украины, возможно с перегрузом ее нигде не остановили. Почему-то наши общественные организации хотят именно видеть это все в порту. У нас немножечко разные задачи. Так какие действительно требования предъявляют общественники крупнейшему налогоплательщику, работодателю компании ТИС-зерно, которая огромные средства в этом году вложила в безопасность украинских дорог? Хочется верить, что этих уже немолодых людей кто-то дезинформировал. В противном случае все это похоже на элементарный заказ. Закончилась акция общественников печально. Нездоровая суета на оживленном перекрестке в гололед и непогоду могла стать причиной случившейся аварии. Автобус, который перевозит людей в порт, перед светофором столкнулся с эвакуатором и съехал в кювет, врезавшись в бетонный блок. К счастью, автобус был пуст, но пострадал водитель. Его с увечием ноги увезла скорая. Общественники во всем обвинили дорожную службу. Хорошо, что не предприятие ТИС-зерно. Возвращаясь домой через несколько километров от места съемки, мы обнаружили длинную колонну груженных зерном автомобилей, которая занимала часть автострады и медленно двигалась в сторону одного из предприятий порта промышленной зоны Лиманского района. Но ни общественников, ни проверяющих мы здесь не увидели.